Под средневековой цивилизацией Запада Средневековая цивилизация восприняла традиции свободы, равенства, демократии. От христианства средневековая цивилизация взяла, кажется, все, но самой фундаментальной стала идея индивидуального договора верующего с Богом. Сегодня осмысление средневековой цивилизации невозможно без достижений французской культурно-исторической школы, сформировавшейся вокруг журнала «Анналы» и представленной именами Блока, Февра, Дюби, Леггофа. Историки этой школы исходят из убеждения в том, что человек средних веков не тождествен современному. Он совершенно отличен по характеру своего сознания и поведения, по ценностным ориентациям и отношению к традиции, по восприятию самого себя, своей жизни, внешнего мира и Бога. Для понимания специфики средневекового общества Блок и Февр предложили понятие «ментальности» или «менталитет», под которым имелись в виду мыслительные установки, коллективные представления, склад ума. На наш взгляд, «ментальность» представляет собой дологический, дорациональный уровень сознания, основанный на вере и интуиции, и оперирующий символической вневербальной знаковой системой. Увидев колоссальное различие в типах мышления человека средневековой цивилизации и человека современного, историки школы анналов открыли другие средние века. Средние века оказались не безвременним, не провалом в истории человечества, но временем интенсивного понапряженности и интеллектуального поиска и обретения высокой духовности, неизвестной, ни предшествующей, ни последующей эпохам. Среди факторов становления средневековой цивилизации современные историки в первую очередь указывают на неблагоприятные изменения естественно-географических условий и климата. Похолодание, произошедшее в последние столетия существования Римской империи, привело к деградации агрокультуры, к невозможности ведения крупного латифундиального хозяйства, к миграциям из северных областей. Другим фактором стало кризисное изменение демографической ситуации. Резкий упадок воспроизводства в римском обществе сделал проблематичной экономику, основанную на применении огромной массы несвободного труда. Напротив, демографический взрыв в варварском обществе усилил его агрессивность – наступление на Римскую империю. Несомненно, нужно учитывать политический фактор – распад империи на западную и восточную части, из которых западная часть стала переживать дальнейшее обособление провинций и их суверенизацию. Именно объявившие о своей самостоятельности провинции опирались на германские племена, как на естественных союзников в борьбе с Римом. Дополнительным фактором стала эволюция римского общества, в котором появились колонатные и патронатные отношения, повлиявшие на складывание отношений феодального господства и подчинения. Немаловажным фактором стало вторжение варваров, утвердивших общинный уклад жизни. Весьма существенным оказался религиозный и вообще социально-психологический фактор, связанный с вытеснением язычества христианством. Христианство – католичество. Христианство несправедливо недооценивалось в материалистически ориентированной историографии. Между тем, именно христианство впервые категорически отвергло жертвоприношения. Христианство впервые утвердило эголитарный взгляд на человека, без различия этноса, сословия и пола. Человек воспринимался как образ и подобие Бога. Варвар и раб впервые стали рассматриваться не как существа низшего порядка, но как люди, обладающие святостью и достоинством. Женщина перестала трактоваться как вещь и впервые обрела человеческий статус. Христианство возвысило моральную оценку труда, прежде считавшегося уделом скота и рабов. В христианской доктрине труд рассматривался как единственная форма очищения от греха, в том числе первородного. Труд самый тяжелый и грязный, невозблагодаренный, сообщал достоинство и святость. Христианство впервые обратилось к внутреннему духовному миру человека, его морали. Достаточно сказать, что только с христианством в европейские языки вошли понятия совести и греха. Предшествующим языческим культурам эти понятия не были известны. Христианская церковь утвердила веру в единого и всемогущего Бога, взаимоотношения с которым верующих строятся на индивидуальном договоре – завете. Поэтому мистическому соглашению верующие неукоснительно следовали заповедям Бога, а Бог даровал им Царствие Небесное. Эта идея предопределила личностный характер связи в средневековом обществе, основанных на идее договора с двусторонними обязательствами. Христианская церковь, наконец, сообщила ощущение единства средневековому обществу, не знавшему этнических и национальных границ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok